Кто сказал Целые поколения, не ведающие, что такое бомбежка, затемненные окна или колючая проволока гетто. Но по всей этой земле на каждом шагу застывшая память о войнах, которые опустошали края эти и сто лет назад, и полвека спустя, и еще, и еще, вплоть до наших дней. Она почернела от горя, как разрезы. Отгремевшие сражения, поражения и победы, всенародное горе и миллионы павших живут ныне и в величественном монументе, и в трепетной строке поэта и музыканта. Антивоенная песня. Ее сочиняют и поют и профессионалы, и самодеятельные исполнители. Они не могут не петь о том, что волнует сегодня миллионы во всем мире. Бардовская, авторская, любительская, самодеятельная песня. Сегодня много названий у этого направления, давно уже ставшего неотъемлемой частью массовой культуры в тех регионах, которые испытали на себе все ужасы отгремевших войн. От доверительной задушевной песни в кругу друзей до яростных зонгов перед тысячной аудиторией. Таков ее диапазон в наши дни. Ах, война, что ж ты сделала подлая, Стали тихими наши дворы. Больше людей с гитарами, меньше с автоматами. Это сказал Булат Акунжава. Поэт, чьи песни впервые зазвучали в конце 50-х годов. Их сразу же полюбили прежде всего потому, что они были честны, мужественны и поэтичны. О войне в них говорилось непривычно просто и откровенно. Мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Ну, я думаю, что прежде всего война была таким страшным, чудовищным событием в нашей жизни, что отзывы, как от нее идет, продолжают идти, в общем, распространяться на другие поколения, как в круге по воде. Во-первых. Во-вторых, мы живем в таком, в общем, тревожном мире, что соседство с войной все время ощущается. И это естественно, в общем. Скажите, Булат Шалович, кого бы вы могли назвать среди первых русских бардов? Ну, я специально не занимался этим вопросом, но, в общем, насколько мне известно, к этой авторской песне, если так можно ее называть, примыкал одним из родоначальников ее у нас в России. И в 19 веке был Аполлон Григорьев, который пел свои песни, Денис Давыдов. И, как мне стало недавно известно, не знаю, насколько это достоверно, что Михаил Юрьевич Лермонтов некоторые свои стихи пел на свою мелодию под аккомпанемент гитары. Вот так я слышал. Ну, и вполне уже ближе к нам, к нашему времени, я отношу Александра Вертинского, конечно, который был поэтом, очень интересным, и композитором, и исполнил свои произведения. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так просто не нужно. Осторожные зрители молча кутались в шумы, И какая-то женщина с искаженным лицом Солобала покойников усиневшие гнут И шгурнула пещенника обручальным кольцом Бардовская песня, как ее называют, именуют, и как она существует в нынешнем своем виде своем, наверное, она, в общем, вхожа на стадионы и в большие залы. Но авторская песня, как я ее понимаю, это нечто совсем другое. Это прежде всего для меня, это прежде всего поэт, исполняющий свои стихи под свой аккомпанемент, на свою мелодию. Я вот сейчас спою маленькую песню, она последняя, я очень мало пишу в последнее время, она последняя, и для меня представляет интерес очень какой-то. Она не в прямой о войне, конечно, но войну нужно понимать шире просто, и я-то понимаю шире, а антивоенную настроенность просто как человеческую, как гуманную. И в этом смысле, конечно, она тоже антивоенная и за человека. Совесть, благородство и достоинство, вот оно, святое наше воинство, протяни, протяни ему свою ладонь, За него, за него, за него не страшно и вагон. За него, за него, за него не страшно и вагон, Лик его высокий удивителем, посвяти ему свой краткий век. Может быть, может и не станешь победителем, Но зато, но зато, но зато умрёшь, как человек. Но зато, но зато, но зато умрёшь, как человек. Помни войну, пусть далёк она и туманным, Годы идут. Среди тех, кто мог в песнях сказать что-то своё, Был и Юрий Висбор, журналист, артист, путешественник. Он рано умер, но его песни о войне поют и сегодня. Александр Галич, драматург и поэт особой, трагической судьбой. Опережая время, он пел страстные и смелые песни С острой социальной направленностью, За что подвергся гонению и умер на чужбине. И сегодня, буквально по строчкам, приходится реставрировать его стихи, В которых навсегда остались трагические судьбы целых наций. Музыковед Нина Крейтнер и артист Максим Кривошеев. Плёнка сохранила голос поэта. Цикл песен «Кадыш», песен и стихотворений, Посвящается памяти великого польского писателя, Педагога и врача Януша Корчака, Погибшего вместе со своими воспитанниками Школы-интерната «Дом сирот» В лагере уничтожения Треблинки. Я никому не желаю зла, не умею, Просто не знаю, как это делается. Януш Корчак, дневник. Уходит из Варшавы поезда, И всё пустее гетто, всё темнее, Глядит в окно чердачная звезда, Гудят всю ночь, прощаясь, поезда, И я прощаюсь с памятью моей. А потом наступил такой день, Когда детям и воспитателям дома сирот Было приказано явиться на умшляхплац, Так называлась площадь перед Гданьским вокзалом при Немцах. А на умшляхплац и у вокзала Гетто ждёт устало, чей черёд? И гремит последняя осанна, Лаем полицая, дом сирот. И бежит за мной переводчик, Робко прикасается к плечу, Вам разрешено остаться, Корчак? Если верить сказке, я молчу. Шевелит губами переводчик, Глотка пересохла, грудь в тисках, Но уже поднялся старый Корчак С девочкой Натей на руках. По улицам Лодзи, по улицам Лодзи Шагают ужасно почтенные гости. Шагают мальчишки, шагают девчонки, Идут в дуделки и крутят трещотки, И крутят трещотки. Ведут нас дороги и шляхи, и тракты, Снега закопаний, где синие Татры, На белой вершине зелёное знамя, И вся наша медная Польша под нами, Вся Польша. Вот и кончена песня, Вот и смолкали трещотки, Вот и скорчено небо В переплёте решётки. Пусть мы дымом и стаем Над адовым пеклом, Пусть тела превратятся В горючую лаву, Но дождём, Но травою, Но ветром, Но пеплом Мы вернёмся, Вернёмся, Вернёмся В Варшаву. Новое время, Новые ритмы. Москвич Андрей Макаревич, Известный рок-музыкант. Но слушая песни, Сочинённые им, Многие считают его бардом. А что он сам думает об этом? Люди, которые любят авторскую песню, Терпеть не могут рок-музыки, Наоборот, Это для меня загадка. Потому что, на самом деле, Это очень близкие жанры. У них абсолютно одни корни. Оба эти жанра Изначально самодеятельные. И потому народные. И вообще, это про одно и то же. Это всё про одно и то же. Просто немножко разными музыкальными средствами. Что вы думаете про роли Антивоенные песни в современной жизни? Есть ли вообще в этом какой-то смысл? Я думаю, что да. Потому что песня и музыка, Это очень мощное сегодня средство общения. Это средство, которое в силах преодолеть. И расстояние, и языковые барьеры. Что это вообще за жанр, бардовская песня по вашему? Вообще, никак не могут подобрать правильного названия этому жанру. Авторская песня. Название странное, неточное. В конце концов, все песни авторами пишутся. Значит, не все авторские. Бардовская песня. Тоже это как-то с претензией. Но в англоязычных странах Этот жанр точнее называется. Он называется singing poetry. Поющаяся поэзия. Вот это ближе гораздо. Я не видел войны. Я родился значительно позже. Я ее проходил. И читал про нее с детских лет. Сколько книг про войну, Где как будто все очень похоже. Есть и это, и то. Только самого главного нет. Я не верю певцам На эстрадах, украшенных светом. Сомневаюсь в кино. Там в кино как-то очень цветно. Кто всерьез воевал, Почему-то не любят об этом. Может быть от того, Что об этом в словах не дано. Только слышишь, звучит, Проступает из стен Ленинграда. Тихо-тихо поет и в тебе, и во мне, и вокруг. Может быть, про войну Слишком много и громко не надо, Чтобы ревом фанфар не спугнуть, Не убить этот звук. Идеи поющиеся поэзии сегодня завладели умами многих. Этот жанр объединяет и людей, Которых мы сняли в небольшом городке Капрившвеце, В самом сердце Балкан. Поэт Григорий Трифонов. Все началось с Акуржава и Высоцкого. Мы также слышали многих русских бардов на кассетах. Они производили большое впечатление. И мы поняли, что антивоенные песни очень нужны. Будучи в СССР, я был потрясен встречами с солдатами, Вернувшимися из Афганистана. И понял, как ужасно не только быть убитым, Но и убивать самому. Что-то уйти и убиваешь. О, гарнизонная музыка! Такая красивая и мелодичная. И все же, когда я ее слышу, Я ощущаю тревогу. Сидя с офицерами в кабачке, Я вижу вокруг вооруженных людей. Они могут в любой момент начать стрелять. Их пистолеты заряжены. Музыка звучит завораживающе. И офицеры медленно опускают оружие И погружаются во власть гармонии. В этом доме жил замечательный болгарский поэт Димко Добелянов. В окопах Первой мировой войны Он разделил с солдатами их участь И не вернулся с фронта. Одна из его фронтовых элегий, Коль погибну на войне, Стала широко известной в народе. Прошло 70 лет, Но эта антивоенная песня звучит современно и ныне. Поет Славомир Генчев. Музыка Музыка Няма ми другари Ала сърце ми не скърби При неволен живя си рака И за утеха може би Смъртта победа ще дочага Позглавам своя път нерад Богатствата ми са у мене Че аз съм с горе с ти богат И с радости Весподоление Александр Дольский Ленинградский поэт, композитор и исполнитель. Скажите, Александр Александрович, Сейчас идут споры, Правомерно ли писать о Великой Отечественной войне Тем, кто не испытал ее на себе? Вот я встречался с мнением ветеранов, Я уважаю, склоняю перед ними голову, Но некоторые из них говорят, Что никто не может написать про войну, Только ветераны знают. Это неверно. Что ж такое? Тогда оборвется нить, И традиция кончится, Ветераны напишут, И все, про войну мы забыли, Уже никто из последующих поколений Не имеет права этого сказать. Нет. Мы не только имеем право, Мы должны об этом говорить. И наше поколение имеет свой взгляд, Свой ракурс, С чем-то отличный от предыдущего поколения. Меня нашли в четверг на минном поле, В глазах разбилось небо, как стекло, И все, чему меня учили в школе, В соседнюю воронку утекло. Друзья мои по роте и по взводу Ушли назад, оставив рубежи, И похоронная команда на подводу Меня забыла в среду положить. И я лежал, и пушек не пугался, Напуганный до смерти всей войной, И подошел ко мне какой-то гансик И наклонился тихо надо мной. И обомлел недавний Гитлер-Юген, Узнав в моем лице свое лицо, И удивленно плакал он напуган Моей или своей судьбы концом. О жизни не имея и понятия, О смерти рассуждая, как старик, Он бормотал молитвы ли проклятия, Но я не понимал его язык. И чтоб не видеть глаз моих незрячих, В земле немецкой мой недавний враг, Он закопал меня, немецкий мальчик, От смерти думал откупиться так. И я лежу уже десятилетия, В земле чужой я к этому привык, И слышу надо мной играют дети, Но я не понимаю их язык. Гейна говорил, что трещина мира Проходит через сердце поэта. Не в этом ли суть гражданственности поэзии? И не в этом ли цель современного барда? Своим творчеством отстаивать мир. Экке Харт Масс давно переводит и исполняет песни Булата Акуджавы. Он только что вернулся из ФРГ, Где познакомил с ними новое поколение слушателей, Студентов и гимназистов. В его доме в Берлине часто собираются поэты, музыканты, Они поют, выносят на суд товарищей свои сочинения, И все их песни против войны, Ибо они о красоте природы, о любви, О доверии к людям. Субтитры создавал DimaTorzok Великое Отечественное. Ее участники никогда не забудут, Как тысячи советских артистов выступали на фронте перед воинами, Несмотря на смертельную опасность. Эта традиция сохранилась и 40 лет спустя. Афганистан. Ленинградский автор-исполнитель Александр Розенбаум Под впечатлением увиденного и пережитого на афганской земле Написал большой цикл песен. У меня есть два Афганистана. Один, о котором я не пел, не пою и петь никогда не буду. Это сам Афганистан этой ситуации, этой войны. Сейчас я слышу такие в печати по телевидению робкие ошибки Некоторых людей назвать эту войну ошибкой. Ну, я думаю, что это мягко сказано. Думаю, что рано или поздно будет сказано жестче. И люди, которые послали наших детей, братьев и отцов в чужую страну умирать, Думаю, что рано или поздно они все-таки должны предстать перед историей. Обязательно. Иначе, наверное, все-таки быть не может. Есть у меня второй Афганистан, о котором я пел, пою и буду беть всегда до конца дней своих. Это Афганистан жизни людей, которые прошли за эту войну, Через эту войну за эти 8 лет, уже 9 скоро. Это Афганистан моих товарищей, моих друзей, которых я видел там. Очень близко видел я эту войну, и это не забывается. Не привыкнуть никак к тишине На войне, на войне, на войне Тишина это только обман, лишь обман По тропе крутой, по земле чужой Мы уходим на караван Караван Это радость побед и потери боль Караван, жду я встречи с тобой Караван Розовеет от крови Афганистан Караван, караван, караван Не привыкнуть к тому, что совсем Мне не тянет плечо АКМ Что в кустах придорожных нет мин Здесь нет духовских банд Караван, караван Только где-то там По моим следам Кто-то снова берет караван Караван Это сотни снарядов, не легших в цель Караван Это соль на лице Караван Убивать шуравей им велит каран Караван, караван, караван Не привыкнуть к гражданке никак Там все ясно, там друг есть и враг А здесь же души людей Тяжело разглядеть сквозь туман Жалко нет его Друга одного Навсегда Навсегда его взял Караван Караван Это сотни снарядов, не легших в цель Караван Это соль на лице Караван Третий тост Помолчим Кто пропал, кто пан Караван 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 Аплодисменты Благой в град Вот уже второе десятилетие, как сюда схищаются сотни молодых людей из многих стран Международный музыкальный фестиваль «Ален Мак» дает широкую возможность авторам и исполнителям проявить себя в жанре публицистической и политической песни Здесь можно услышать профессионалов и любителей, поэтов, композиторов, знаменитых и начинающих артистов, бардов с гитарами и те ансамбли, которые собирают тысячные толпы в грандиозном концерте «Рок за мир» Я работаю как музыкальный и учитель И не важно то, что мы пока говорим на разных языках И понимание облака друг друга найдем И не важно то, что мы пока говорим на разных языках И понимание облака друг друга найдем Болгарский ансамбль «Штурциты» Ночью я проснулся от крика моего сына Но потом я понял, что это кричал во сне я сам Мне приснилось, что снова война, снова убивают людей «С rivalry, поэтов the touch» «Святелла память о кратко, но въобще се тратка назад» Звём, я вспоминаю «Святелла память о кратко» В нашей стране многие авторы и исполнители объединяются в клубы самодеятельной песни. В разных городах их уже около двухсот. И вот осенью 88-го года, пройдя региональные конкурсы, самодеятельные певцы собрались в Таллине на смотр концерта. Олег Митяев, сегодня студент театрального института, приехал из Челебинска. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим перед броском. Нас листопад почти занес, занес скамейки и столы, занес пруда бесшумный плес. Занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд, а на затвор легла роса. И грезится веселый май, и хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай. И не закрывай, кричат грачи. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим упав ничком. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим упав ничком. В осеннем парке городском. О чем бы ни пели на этом смотре, а репертуар был крайне разнообразен, мысль молодых певцов постоянно возвращалась к насущному, наболевшему. Василий Ежов, журналист из Феодосии. Мы с тобою, отец, ветераны войны, так давай говорить, как солдатам солдат. Объясни, что за страны вижу я сны, объясни, перед кем я и в чем виноват. На твоих орденах пожелтела эмаль, сорок лет отмечали десанту. У меня под плащом за отвагу медаль, она тиснута восьмидесятым. Да, солдат есть солдат, да, приказ есть приказ, наши судьбы вершат в кабинетах без нас. Но за родину дрался ты, родину спас, я же. Впрочем, не будем об этом сейчас, Лучше дай закурить и помянем мы тех, Кто зовет нас, тревожа солдатские сны. Ты по полной налей, нам простят этот грех, Мы с тобою, отец, ветераны войны. Родина, пусть ответ будет дан, родина. Что мы делаем там, вроде бы, Тебе есть что сказать, что же ты Вдруг отводишь глаза, родина. Пусть готовый ответ обгоняет вопрос, Я по снегу скучал, как по лету, И не знал, что приятно так щиплет мороз. Жаль, Серега не чувствует это, Он вернулся домой, но был мрачен прием, Не таким представлял он свидание миг. Ах, как пахла родная земля, И ее торопливо солдаты бросали на цирк. Нам не надо сегодня победы другой, День победы, прекрасная дата, Мы вас ждем, возвращайтесь живыми домой, Возвращайтесь скорее, ребята. Трагедия Афганистана Старую кепку, чтобы не видеть окружающий мир, Ему чужды наши бутафорские горести, И он идет по улицам, Ни молодой, ни старый, Ни свой, ни чужой, Он не узнавая. Музыка И чужд на плюшените болки, На плуткавите песни за любов, Той сякаш е живял, Воювайки я тук живор, Канечи друг живот, а-а-а, Ще хукне той по наште улици ни свой, Ни чужд, ни млад, ни стар, Но на рампата и лизат кулисите, Вярва своя бог, чужой чувства. В Болгарии поэты с гитарами объединены общими принципами и идеями, При всем различии их стилей и индивидуальностей. Они очень дорожат своим многолетним сообществом. Двадцать с лишним лет они ездят по стране с выступлениями. И одним из первых, кто начал это движение, был Михаил Белчев. Седем дни са пред мен, Като седем куршума, Подредени добре, Пред невинния спусък. Седем дни са пред мен, Само шест са назара, А до седмия ден, Някой ще ме закара, Седем дни са пред мен, Само шест са назара, А до седмия ден, Някой ще ме закара, Седем дни са пред мен, Седем огнен и стълба, Шест от тях из гори, А на седмия са завързвам, Его песня, Философская притча о судьбе и жизни, О фатальности и случае, Когда пуля настигает человека В самый разгар его радужных надежд. Седем дни са пред мен, Като седем юм рука, Бетут дяхся пред мен, Седем дни са пред мен, Бардовская песня и драматическое искусство. Как органично уживаются два эти жанра, Показала группа любителей поэзии в городе Варни. Самодеятельный спектакль, Поставленный Петром Тодоровым, Посвящен Владимиру Высоцкому. Это парафраз на тему Гамлета, Где артист играл заглавную роль. Почему я так часто пишу о войне? Во-первых, о ней забывать нельзя. Во-вторых, мы дети военных лет. И еще, это не песни ретроспекции, Это песни ассоциации. Те самые проблемы, которые были тогда, Существуют и сейчас. Проблемы надежности, дружбы, преданности, Проблемы войны и борьбы с нею. Для меня эти песни, Возможность беседовать с людьми на темы, Которые нас волнуют и сегодня. Владимир Левков, памяти Высоцкова. Пред гроба, на Висоцки, в онзи ден, Две сивички женици бяха спрели, Земята бе, Бреситена от тлен, Бреситена от тлен, От суетата земна, Две телели, Та беше делник, Своя сърпичук. Край нас, Москва, развихрена въртеши, Което предстои, Не почва тук. Пой, Высоцкий, Яростно восторжен, Без песен нет жизни, И люди не могут без твоих песен, Ты, человек на все времена, И страсти твои Останутся навсегда с нами. Запей, Высоцкий, Яростно восторжен, Живот отможе без, Без брой, неща. И само без човек си той не може. Човек, по всяко време, Беж клетвен звук. Аз допявам своята половина, Което беше да не свършва тук, Което предстои през теб да мине, Което беше да не свършва тук, Което предстои през теб да мине. Вряд ли можно переоценить нравственное и эстетическое влияние Высоцкого в Болгарии. Давняя взаимную любовь связывала его с болгарскими зрителями и слушателями. И специально для болгар Владимир Высоцкий снялся в двух телефильмах. Теперь эти кадры уже история. Стихи Семена Гудзенко. Когда на смерть идут, Поют, А перед этим можно плакать, Ведь самый страшный час в бою, Час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг, И почернел от пыли минной, Разрыв, и умирает друг, И значит смерть проходит мимо, Сейчас настанет мой черед, За мной одним идет охота, Будь проклят, Сорок первый год, Ты вмершая в снега пехота, Мне кажется, что я магнит, Что я притягиваю мины, Разрыв, и лейтенант хрипит, И смерть опять проходит мимо, А мы уже не в силах ждать, И нас ведет через траншеи, Окоченевшая вражда, Штыком дырявящая шеи. Бой был коротким, А потом глушили водку ледяную, И выковыривал ножом Из-под ногтей я кровь чужую. Песня может жить долго, Говорил артист. Братские могилы были написаны мною давно, И я их много пел. И все же я всегда начинаю концерт Этой песней. На братских могилах Не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают, К ним кто-то приносит Букеты цветов, И вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала Земля на дыбы, А нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной Персональной судьбы, Все судьбы Единою слиты. А в вечном огне Видишь вспыхнувший танк, Горящие русские хаты, Горящий Смоленск И горящий Рейхстаг, Горящее сердце солдата. У братских могил Нет заплаканных вдов, Сюда ходят люди покрепче, На братских могилах Не ставят крестов, Разве от этого легче? Редактор субтитров А.Семкин